Скажите, вы ждете чего-нибудь хорошего от правительства и от Путина в новом году? Сложный вопрос, но в принципе 16 лет у Ласки, достаточно столько, чтобы сделать что-то. 17-й год. Будем надеяться. Надеюсь, что что-нибудь изменится в России, зарплаты станут побольше. Ничего не жду. Да, я хочу квартиру. У меня нет квартиры. А я хочу, чтобы у меня пенсию повысил. У меня пенсия всего 7 тысяч. То есть вы продолжаете ему верить, да? Путина? Я вообще мужикам не верю. А он мужик так холостой, верить ему вообще нельзя. Конечно ждем, чтобы стабилизировалась жизнь, чтобы был достаток, хороший уровень жизни у пенсионеров, многодетных семей, чтобы социальные выплаты у всех были всегда вовремя. А почему, говорите, ждете? А мы как будто бы до этого не ждали. Так, наверное, все равно это, как сказать, это плохого не было. Все равно есть какие-то изменения. Конечно. Надеемся. Стой еще раз. Надеемся. А ждать не очень. Ждем. Обязательно. Скорее всего, от жизни, а не от правительства. Промокационный вопрос, мы на него не будем отвечать. Да, без понятия. Скорее всего, нет. Ничего интересного не придумали. Я не знаю, я политикой не увлекаюсь. Конечно ждем. Он молодец. А что нам остается? Что остается, кто еще? Вот он уже раз сто соврал. Сколько раз он соврать должен, чтобы вы не ждали? Пускай врет. Главное, чтобы войны не было, а все остальное ерунда. Поддерживаю. Не знаю. Раз сто. Даже он, наверное, больше брал и брал. Да я уже не верю. Ну, знаете, это не нам судить, потому что, да, не нам судить. Как он для нас работает? Я понимаю, но это вот такие провокационные вопросы у вас все равно. Либо что было в 90-е, либо как сейчас живем, есть большая разница. Да, тогда было лучше. Ну, кому как. Ну, кому как. И не каждый может стать президентом. Нас много, которые готовы критиковать. Его Ельцин сделал президентом, он им не становился. Да, все равно он лучший. Я военнослужащий войск национальной гвардии президента. И ни одного слова, как вы сказали, вранья от президента не слыхал. Ну как, вот он про Крым, когда захватывали, сказал, что там нет российских войск. Они там были. 76-я дивизия там работала. И это же здорово. А зачем он сказал, что нет? А можно скажу, что значит, есть войска или нет войск? Не, мы сейчас обсуждаем, почему он соврал. Минуточку. Что значит, есть войска или нет войск? Я математик по образованию. Скажите мне, пожалуйста. Есть войска в масках, без погон. Что это за прикол это? Это массовое присутствие армии. Вот массовое присутствие армии. Она в чужой стране присутствовала. На каком основании? Так в нашей стране тоже всяких военных до чертовой матери. А соврал-то он зачем? Почему вы считаете, что он соврал? Вот я не считаю, что... Он сказал нет. Сейчас он говорит, всегда были. Минутку. Я даже не помню. Мне кажется, он потом уже все рассказывал, как это было. Он признался. Ну как он сказал, там всегда были наши войска, которые занимались военными делами. Естественно. Мы никогда этого не скрывали. Но тогда он почему-то это скрывал. Нет, там были наши войска в то время. Потому что это были наши люди. Вот он что сказал. В то время он сказал, что там вообще нет наших. Что там только ополчение. Мы сейчас к единому мнению не придем, так что... Нет, ну он ни одну реформу до конца не довел. То есть вы считаете, что он не врет никогда? Я считаю, что он нормальный руководитель, и пускай руководит дальше. Мы его избрали. Его избрал народ. Согласны с этим или нет? Нет, я его не избирал. Нет, вы не избирали, но его избрал народ. Я тоже народ. А? Я тоже народ. Нет, большинством народ был избран. Пускай работает. Другой пример про нефть. Он сказал, что если меньше 60 упадет, то Америки кирдык. Упало, не кирдык. Он сейчас сказал, я такого не говорил. Послушайте, а что значит Америки кирдык? Вот я не понимаю. Вот такие вопросы. Что такое Америки кирдык? Мы сейчас обсуждаем, почему он говорит неправду. Мы же уже поучаствовали в вашем соцопросе. Мы за президента. Вот у нас большинство людей ждет. Путин уже раз сто, наверное, соврал в телевизор. Сколько раз ему соврать надо, чтобы ждать перестали? Да, без понятия. Да, уже, по-моему, никто не ждет. Я не знаю, кто уже задумывается, что что-то произойдет, какое-то чудо. Это навсегда, да? Конечно. Ну, пока не сменится. Может, что-то лучше будет. А когда сменится? Ну, когда, не знаю. Если никто, Маринетка, не станет, как всегда, то тогда что-нибудь... При нашей жизни сменится? Ну, должно быть, я думаю. Нужно верить. Я не буду отвечать на эти провокационные вопросы. Не могу ответить. Будем ждать. Новый год, он и на это, что... Надеюсь, что когда-нибудь, когда-нибудь будет. Вы верите в чудеса-то, да? Да. Что в новом году все-таки он исполнит свои обещания. Скажите, вы верите в сглазы, привороты, предсказания? Я лично нет. Тоже не верю. Мы как люди верующие, христиане, мы не верим ни в привороты, ни в гадания. В какой-то степени да. В какой? В небольшой. Ну, в принципе, какой-то такой мир и существует, мне кажется, что-то такое есть. Вы пошли бы к гадалкам гадать? Нет, я бы не пошла. Потому что не верите в это? Ну, все равно это какой-то такой мир, я лучше без него обойдусь, наверное. Он пусть существует, но без меня. Ну, я бы считаю, что все эти гадалки, они как психологи больше работают. Они смотрят на твою реакцию, смотрят, как ты глазом повел, туда они и подумают в ту сторону. Ну, и обычно говорят то, что хотят люди услышать. Если ты приходишь с какой-то конкретной проблемой, что все плохо, они говорят, что не сейчас, но потом все будет хорошо. И все так развивчато, и не факт, что все будет хорошо. Да, я верю. А я, собственно, если верю, то оно сбывается, а если не верю, то не сбывается. На чем она основана, ваша вера в эту фигню всю? В эту всю фигню, ну, получается, что эта вся фигня так и происходит. От настроения, если хочешь верить, веришь. Правильно? Не знаю, мама сказала, значит, так и есть. Нет. Почему? Не верю. Да, я верю. А на чем основана ваша вера? Наверное, на том, что хочется верить лучшее. Обычное предсказание, всегда хорошее, позитивное. О плохом же не говорят в будущем. Нет. А почему вот большинство верит в это, даже готовы деньги тратить, а вы не верите? Материалист? Нет. Нет. Верю. А почему, на чем вот основана ваша вера? Ну, как бы, ну, могут быть чудеса в этой жизни, могут они случаться, могут люди исцеляться, может, ну, и верят в сказку, естественно. Нет, не верю. Когда как? А когда да. Когда в новогоднюю ночь.